Ну, КВМ для меня прежде всего возможность самовыразиться и помочь друзьям, талантливым и просто хорошим людям, сделать то же самое. И все знают, что жизнь штука достаточно сложная, поэтому если есть какая-то возможность сделать ее немножко легче, светлее, подарить частичку себя в хорошем, если это взвод, то нужно это делать. И сейчас, после того, как после 11 лет игры в КВМ, практически без перерыва, наступает новый момент, новый этап, чтобы двигаться дальше, потому что сцена все-таки она любит молодых, КВН-овская сцена любит молодых. И в 40 лет стоять уже как-то связано с 20-летним уже не очень хорошо, хотя история израильского КВН знает 50-летних и 73-летних, например, и что еще. Сейчас я буду работать в роли, в качестве арт-директора Лиги, открытой израильской Лиги, то есть на мне будет вся организация, то есть вся творческая сторона с работой. Режиссура, работа с командами по авторству, проведение семинаров, то есть все-все для того, чтобы Лига поднялась на нормальный уровень. Я не скажу, что это прям новое, потому что Лига была на таком уровне, но так получилось, что сейчас и кому-то помешали личные обстоятельства, кому-то политические рабочие моменты помешали. Как бы заниматься Лигой конкретно хорошо, поэтому всегда должны стоять люди, энтузиасты, понятно, что нам за это не платят, энтузиасты у таких, у истоков таких дел, потому что они вращают землю, поэтому мы будем это делать. Есть куча народу, бывшие КВНчики, настоящих бывших не бывает, да, то есть КВНчики, которых они играют, которые, да, болеют этой игрой, этот КВН, это навсегда, и которые хотят помогать, и я знаю, как это делать, потому что после поездки в Сочи, после поездки в Йормалу очень многое понимаешь и смотришь совсем по-другому, что нужна дисциплина, хотя понятно, что у них там другая организация, другие масштабы, это все-таки у нас не русскоговорящая страна, и нужна дисциплина, нужен новый уровень, и надо требовать это от команд, никаких не должно быть демократии, и т.д. и т.п. Если мы берем деньги за билеты, то мы не имеем права показывать дюйму на сцене, потому что люди платят, и люди пришли отдыхать, а не сидеть и говорить, блин, когда этот номер закончится, что это за команда? Поэтому качество нужно начинать повышать именно с себя, не говорить, я вот так команда, начните с себя, начнете с себя, будет у вас хорошее качество, другие команды, которые кожи, они будут на вас смотреть и за вами тянуться, потому что только играя с более сильным соперником, почему-то улучшишься, а когда соперники слабые, наоборот, расслабляются, и любой маломальский серьезный партнер вас убивает. Слушай, вот 4 года назад возникла эта открытка, открытая лига КВН Израиля, у Истоков, в которой ты тоже стоял, как сегодня сказали, может быть, и не тоже, а именно ты стоял? Ну, скажем так, было 3 человека, Таня, было 3 человека, я, Влад Сангверский и Миша Танфилов, и президент, бывший президент нашей лиги открытой. Значит, они занимались организацией, а я ездил по командам и по спопу в Лигу, просто Лига КВН Израиля, под руководством Эдуарда Ольгова уже как бы изжила себя, но я ездил и разговаривал с командой, потому что был какой-то авторитет, да, то есть команды меня знали, и именно на меня возложили эту миссию поехать и поговорить с этим. Вот ключевым, принципиальным отличается открытка. Вот в той лиге здесь управляют всем КВНщики, все, кто здесь есть, от главного звукорежиссера, от директора, продюсера, президента, все КВНщики, то есть мы делаем лигу КВНа для КВНщиков, и мы же ей, КВНщики, сами проходя какой-то этап, становятся редакторами, т.д. и т.п. То есть никто никого не назначает, слева-справа, все идут, мы все друг друга знаем, и поэтому полная доверия. Саш, ты кто больше? Организатор, артист, певец, значит, автор текста? Режиссер там, т.д. Да, режиссер. А, меня Александр Банавик, это все в одном. Все в одном бокале, все в одном букете? Да. И все-таки, в общем, в чем тебе больше всего хотелось бы реализоваться, или ты уже реализовался? Ну, во-первых, скажем так, лучшие моменты, наверное, в КВН уже сыграны, поскольку я создал 5 или 6 или 7 даже команд, и в четырех из них 5-й океан, Солнечный ветер, Эквилибриум и Монако. Четыре команды, в которых я сам играл и капитанствовал, и в каждой из этих команд были свои золотые номера, свои там изюминки, которые, то есть уже лучше... Можешь упомянуть? А? Больше упомянуть? Конечно. В 5-м океане были две шикарных домашки, которые запомнили, в принципе, все КВН помнят, это мертвые души. 2006 года четвертый финал, и того же года следующая игра была, это полуфинал был, мы играли царя Ивана Грозного. Была такая домашка у нас, я все тебе покажу. Хорошо. И в проекте Эквилибриум, конечно же, был шикарный номер, но в больнице, мы выступали с ним, как бы мы выиграли сезон, в пример лиге, когда я вернулся из Канады, и мы просто не успели уже в высшую лигу, и президент Лиги Эдуардов сказал, Саша, создай какую-то команду, пойдите сейчас в Лигу Старт, тогда Лига Старт будет в этом сезоне жить, потому что ее не должно было быть. Я пошел, у нас было еще три команды, которые нашлись, и мы сыграли сезон, мы его выиграли, причем первую игру сыграли вдвоем, вторую игру втроем, втроем, в принципе, там две игры было в сезоне, мы выиграли. Вот этот номер «Ночь в больнице», он был включен в фестиваль закрытия сезона 2009 года, и это признали, в принципе, все Эквилинщики, что это был лучший номер, как бы вообще и сезона, и того фестиваля. Что еще сказать? Саша, я хотела спросить тебя, сегодня сказали, что это последняя игра. Ты оставляешь, в общем-то, своих актеров, своих членов команды, да, можно сказать, на произвол судьбы. Ну, то есть, как бы, вы шли, мы, например, с Лидой на жизни, можно сказать? Ну, смотрите, я могу сказать, что у нас только один человек из команды играет первый раз в жизни, и вот это Катя, моя одна, она играет первый раз в жизни, она дошла с нами до финала, то есть это первый ее сезон, и все остальные играли в разных командах, потому что моя дочка, короче, шла в Айму, она играла в 12 лет, она играла в команде нон-стоп, там играла моя большая жена, и играла моя дочка. Вот, все участники двух или трех команд, блин, я там четыре уже тоже сменила, вот, и поэтому, скажем так, всему свое время, я считаю, что я в КВ, не как актер, и... Ой, мы приехали уже. В наш, в принципе, да, выходим. И я сказал уже все, и теперь много работы, чтобы другие могли это сделать. Все. Спасибо.